так я вам показываю как я пришел покормить рыбок на наш ручей он где-то примерно метров 300 от нашего дома значит со мной у меня горбушка хлеба и сейчас я кидаю вот смотрите кидаю хлебусок и там значит мириады мелких рыбок они начинают бросаться вот может ведь видите ни одна из них и достигает более роста 5 сантиметров как я подозреваю там значит где речка входит в трубу там наверно стоит какая-то сетка которая не разрешает проходить большим рыбам потому что нет никаких причин почему большая рыба не могла бы сюда попасть вот долгое время не было дождей и вода совершенно прозрачная хотя как говорят этот ручей который называется рвисо бушар то есть ручей бушар он считается одним из самых загрязненных в монреале водоемов но вот рыбы каждый год здесь чувствуют себя прелестно вот а находится наш ручейок совершенно удивительным уголке который когда-то еще был совсем диким но собственно и сейчас остался несмотря на то что цивилизация его теперь окружает сейчас я подойду к мостику где должны быть снова рыбки ну вот я пришел другую часть ручейка на другой мостик и значит вот проверяю если здесь рыбки и одной рыбки вот обычно они здесь тоже ага вот там вот они рыбки то есть еще какие это наверное солнышки чтобы они ну вот видите ну заканчиваю я с кормлением рыбок я начал наше сегодняшнее свое сегодняшнее вернее свою прогулку включение с показа рыбок которые имеют место быть недалеко от нашего дома а плывут они все вот отсюда вот так что эта речка она идет вот туда под мостик так значит вот кто-то дунул певца может быть даже сегодня вечером или в прошлые выходные новые утки плавают большом количестве вместе со старыми один праздником гусь затесался среди них хорош гусь да это гусятки с мамой я думаю они все плывут рассчитывая на то что я им дам пожрать чего-нибудь пожрать то у меня ничего шинки нет потому что я скормил все рыбкам вот это с другого угла где я сидел это вот там что мы тут как-то раз со светой плавали по этой речечке вверх на резиновой лодке но поскольку по берегу сейчас не пройти частные владения и нет никаких тропинок то мы пойдем вот так поэтому по этой улице это такие домики тут уютные значит речечка выглядит вот так тут она вот там вытекла из между частной собственностью я вам показывал уже а тут она течет вот так вот тут кто-то колесо лет сать назад выбросил и дальше она течет мимо опять же частной собственности к ней фиг подойдешь и втекает в трубу а потом уже туда где я кормил рыбок я думаю чтобы завершить рассказ о речке весу бушах я покажу вам место где я сажусь обычно на автобус чтобы ехать на работу если она в центре и вот речечка она вот выглядит вот так вы видите колодец и в нее там глубоко внизу речка его там еще раз два три четыре по крайней мере колодца плюс еще там один здесь сделали такое несколько обустроили это место против моей бывшей работы как я говорил здесь уже строят всякие кондоминины вот моя бывшая работа и вот эта речка значит она кончилась тут ее так сказать следы и наконец речка которая впадает в трубу каким-то образом рыбы пробираются наверх конечно по большой воде когда после дождя тут течет очень полноводная река ну это все про речку теперь мы идем домой и и и